Черт дорогие наши зрители! В эфире выпуск программы. День. Люди. События. День 2 марта. 2 марта 1930 года в газете «Правда» была опубликована статья Сталина головокружения от успехов о перегибах на местах, допущенных при коллективизации. В ней Сталин осудил многочисленные случаи нарушения принципа добровольности при организации колхозов. Он критиковал излишнюю ретивость в деле раскулачивания, жертвами которого стали многие середники. Вся ответственность за допущенные ошибки возлагалась на местное руководство. Надо сказать, что решение задачи коллективизации осуществлялось за счет раскулачивания не только кулаков, но и середников. Насилие являлось основным методом объединения в колхозы. Крестьянство на этот шаг ответило массовым недовольством и открытыми выступлениями. Перед лицом фактически развертывающейся гражданской войны сталинское руководство решило сманеврировать. Так называемые перегибы были осуждены, предлагалось пересмотреть отношение к середнику, допускалось в отдельных областях как временная мера, прекращение расселения кулаков на время сева. Выражение головокружения от успехов вошло в число крылатых фраз в русском языке. Следует отметить, что всего через два года после выхода в свет этой статьи был принят знаменитый закон о колосках, который за хищение колхозного и кооперативного имущества предусматривал расстрел с конфискацией имущества, а при смягчающих обстоятельствах мог быть заменен на лишение свободы на срок не менее 10 лет с конфискацией имущества. В качестве меры судебной репрессии по делам об охране колхозов и колхозников относили и угроз со стороны кулаковских элементов предусматривалось лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с заключением в ГУЛАГ. Осужденные по этому закону не подлежали амнистии. Закон часто применялся в случаях, не представлявших никакой социальной опасности. Название закона о колосках он получил из-за того, что по нему осуждались крестьяне, из-за голода срезавшие неспелые колосси зерновых колхозного или совхозного поля. Понравилось наше видео? Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайк.